здравствуйте дорогие друзья продолжаем осеннюю тематику сегодня у нас вот такая скала очень живописные деревицы и какая-то в этом во всем есть поэзия давайте попробуем сразу понять что вот эта область это у нас центр композиции то есть вот эта центровая березка она будет на себя брать все внимание очень даже можно сказать эскиз очень условный и в процессе мы будем уже этот рисунок с вами совершенствовать так нам сейчас надо просто набрать отношения как я всегда говорю одно к другому появится появится уже понимание куда нам двигаться как дальше поступать то что я вам рассказываю это одни один из способов написания картины вот такими мазочками выстроим наш ландшафт сиена жженая вниз уходит там рефлексы срабатывают ландшафт наш имеет разные плоскости мы это учитываем вспоминаем правила тепло-холодности теплый свет холодной тени и наоборот охра кадмия желтого светлого немножко оранжевого добавляя то есть миксую как могу так скалу хочется чуть-чуть наклонить задать интересный какой-то угол более живописный что как-то прямо это не очень смотрится даже вот там если вы работаете с reference всегда смотрите как как это более интересно и выгодно думаю что вот эта работа с ней многие справятся но там посмотрим конечно иногда вот берешь вроде простенькая работа кажется на самом деле начинаешь начинаешь углубляться начинаешь работать уже дальше с детализацией понимаешь что не такая уж она и проста здесь все все выводы можно сделать только когда ты подойдешь к финалу кадмий желтый темный он замешался немножко смотрите туда охристый зеленый оттенок это даже интереснее потихоньку уже начинаем проявлять и наши деревца немножко подбросил каких-то темных акцентов эти сразу попасть даже художник не может сразу чтобы раз и все и у тебя это все сработало идеально с зеленый через сиену натуральную или плюс охру можно туда добавить зеленый попробовали чуть-чуть уберила так сиена жженая вниз уходит так пока такого достаточно у нас и здесь еще есть деревце но немножко другого строения добавляю кадмий желтый светлый плюс зеленый более звонкий цвет так мигнет вот здесь еще деревце но уже уже наверное березочка через оранжевый кадмий желтый темный в нижнюю часть охра плюс сиены жженая так можно взять наверное все таки круглую здесь кисть вот такой вот десяточку и наш центр композиции главного героя прописать не прописать а так пока тоже набросать больше кадмий желтый темный плюс охра сначала начинаем с теней а потом дадим в полную силу тени этими световыми какими-то пятнами смотрите свет он любит много краски то есть все освещенные участки они пишутся довольно таки пастозно немножко сиена добавляю то есть тоже не чистым не чистым каким-то желтым это все оно не такое нарядное как вот это но композиционно необходимо здесь опять же видите без ствола пока намечаю листики какие-то основные массы да не каждый листик а вот какие-то листики сливаются воедино но некоторые отдельно прописываю даже не прописываю такими мазками выставляю чтобы тоже в небе прозвучали какие-то интересные оттенки и она не казалась слишком уж однородно сюда по в правую часть можно дать побольше фиолетовых ну так чтобы это не смотрелось на слишком детско то есть вот это вот не очень история будем разбавлять ультрамарином плюс фэцэ знаю что у многих есть проблема с написанием камней тут конечно ребят советую вам взять просто какой-то даже лист бумаги который там не жалко них не на холст а вот именно просто лист бумаги и уголь уголь или ну или угольный карандаш или просто графитовый карандаш какой-нибудь помягче там 8b или даже если есть у вас 9b и поработать в плоскостях то есть поделать вот такие упражнения строение камня строение каких-то интересных форм а потом когда вы будете уже писать это кистью вас рука вспомнит то есть вот эта моторика ваша она вспомнит ну вот такие вот упражненица вам очень советую поделать сразу смотрите ребята выставляю свет и подбрасываю теневые или наоборот дать теневые какие-то под подкинул и смотрю нужен ли там нужно ли его как-то осветить этот камень или его оставить в тени здесь надо смотреть насколько у вас происходит касание света этого участка это тоненькая кисть двоечка вообще многих художников можно узнать потому как они пишут деревья это тоже всегда так довольно таки индивидуально вот например в морских пейзажах довольно таки трудно распознать какой-то художник можно конечно но вот именно в пейзажах лесных это намного сделать проще увидеть именно почерк художника то есть то есть и и некоторые зоны у этого дерева хорошо освещены нам это надо показать как-то я пропустил момент у меня цель здесь стоит показать вам принцип действия как вести работу как работать от пятна брать правильный тон и с этим я думаю мы с вами успешно справились но так в принципе работа подходит к завершению расставляем последние блики последние мазочки не будем заканчивать друзья полный мастер-класс будет на моей площадке бусти огромная благодарность тем кто подписан все подписчики этой площадке в любое время могут ко мне обратиться за консультацией могут спросить какой-то совет я всегда дам вам рекомендации и за это не надо будет никаких дополнительных плат вносить поэтому не стесняйтесь если есть у вас какие-то сомнения по вашим картинам я вам дам направление иногда вот ребят такие рекомендации такие советы они очень важны и дают правильный вектор вот направление поэтому обращайтесь пишите всегда рад вам ответить ну если кто не хочет подписываться хочет просто приобрести мастер-класс отдельно также заходите все все находится по ссылке внизу все эти мои площадочки если не хотите на бусти можно обратиться ко мне в контакте я там каждый день бываю это моя основная социальная сеть и напишите мне сообщением какой интересует вас мастер-класс я вам собственно расскажу как его можно приобрести так ну в принципе все а то я уже начинаю какие-то лишние вносить коррективы они иногда надо просто остановиться огромное спасибо за внимание ребят будем учиться дальше подписывайтесь на канал заходите на мои социальные сети и до следующих мастер-классов всем успехов пока